44-й президент Соединенных Штатов Барак Обама глубоко законспирированный агент тайной исламской организации Я вообще не очень верю во все эти теории конспирации Я тебе сразу скажу, что Барак Обама был с детства запрограммирован, запланирован некой исламистской группировкой что Барак Обама втайне исповедует ислам, что у него поддельное свидетельство о рождении Я, честно говоря, не очень верю во все эти конспирации, но, впрочем, я готов выслушать твою версию Если ты помнишь, был такой замечательный, знаменитый фильм Роберта Донера Омен про то, как американскому послу в какой-то европейской стране, во Франции, по-моему вместо умершего ребенка подсунули другого ребенка, да, предложили взять Помнишь фильм, да? Это мистика такая очень крутая Ребенок растет, развивается и при этом ликвидирует он сам или его помощники ликвидирует всех, кто мешает ему, как бы, в жизни или тех, кто мешает его отцу сделать карьеру И подразумевается, что его отец станет одним из влиятельнейших людей Соединенных Штатов А этот ребенок в свое время, как бы, тоже придет к власти в Соединенных Штатах И выясняется, что этот ребенок антихрист То есть, вот таким образом антихрист решил вернуться в мир и завоевать его на основе, как бы, такой главной мировой силы Соединенных Штатов Я понимаю, меня могут обвинить в том, что это бред сивы, кобылы Художественный вымысел Художественный вымысел и так далее Но давайте посмотрим на факты Что произошло на самом деле? Возьмем ребенка, который родился неизвестно где Потому что, по утверждениям некоторых авторитетных лиц В том числе и шерифа такого огромного штата, как Аризона Который убедительно доказывал, что и метрика, и другие документы детские Барака Обамы подделаны Фальшивые Что он не родился на Гавайях Неважно, даже если он родился на Гавайях Его, как мы знаем, что его дед, родой дед Барака Обамы Был африканским жрецом Какого-то странного культа Если не Вуду, то какого-то тайного культа Таким африканским шаманом Его отец, который был как бы не нужен в дальнейшем развитии этого мальчика Я сейчас говорю с точки зрения той самой исламистской организации Которая задумала этот далеко идущий план Его отец был устранен Причем было совершено две попытки его устранения Сначала ему устроили автоаварию В которой он только потерял ноги Но выжил И в скором времени ему устроили еще одну автоаварию Где он так и погиб Потом этот мальчик должен был получить Настоящее исламское воспитание И его маму познакомили Так или иначе, таким или иначе образом С приемным отцом Обамы Мусульманином из Индонезии Который увез Шестилетнего мальчика Обаму В Джакарту Где он и учился до десяти лет А мы знаем, что это тот самый период В который у маленького человека Закладываются не только моральные Не только нравственные устои Но и идеологические во многом Это примерно тот возраст Когда человек начинает совершенно точно понимать Что такое хорошо А что такое плохо И вот когда этот ребенок был уже готов Запрограммирован Скажем так, зомбирован определенным образом Когда он начал понимать Что такое хорошо В подлинном Исламском смысле этого слова А что такое плохо Тогда ему стали строить легенду Тогда этого папашу убрали за ненадобностью Тогда Марака Обаму повезли на Гавайи Уже в американский штат В Гонаулу Отдали учиться в престижный Очень престижный колледж И далее обратил внимание Как развивалась его карьера Просто Как написано в учебниках Он прошел все ступени Причем успешно прошел Он успешно учился Он прекрасно занимался И даже то, что он Иногда позволял себе выпить Или использовать наркотики Какая-то мощная и сильная рука Его вовремя остановила И не дала ему скатиться По наклонной плоскости Адвокат Сенатор в штате Консультант в Вашингтоне Сенатор И наконец Первый Афро Американский президент Соединенных Штатов Это Легенда Наверняка в Соединенных Штатах Америки Есть десятки тысяч Каждый год рождаются Десятки тысяч Подобных мальчиков От смешанных браков Почему именно Они выбрали Барака Хусейна Обаму А никого-нибудь другого Отвечаю А может быть Они выбрали Несколько кандидатов Может быть Готовилось несколько Были запасные варианты Готовились Знаешь как Космонавтов готовят Готовятся несколько Это дубль раз Дубль два Дублер Третий дублер Но кто-то там Как Герман Китов Перестар Там заболел Насморком Выбрали И пришлось Лететь в Гагарину Да Вот может быть И здесь То же самое Произошло В том-то И фокус Таких зомбированных Агентов Что они Сами Абсолютно Уверены Что все Что они делают Идет на пользу Той стране И тому народу Которому они Как бы Служат То есть Он абсолютно Уверен Что все Что он делает Это на пользу Соединенным Штатам Это на пользу Традиционной Идеологии Соединенных Штатов И народу Америки В таких агентах На подсознательном Уровне Как бы Заложено Нечто Что Все его действия Все его поступки Которые кажутся Ему разумными Рациональными И полезными Для Соединенных Штатов В результате Оказываются Полезными Для самых Худших Экстремистских Исламистских Кругов В средние века Существовала Секта Исмаилитов Которые Таким образом Ты помнишь ее Которые таким образом Готовили детей Засылали их Во дворцы К иностранным Правителям Они прекрасно Маскировались И они Как бы Тоже были Совершенно уверены Что они Служили Своему правителю В какой-то момент Посылался Определенный сигнал Весточка Письмо Слово Включался Определенный Триггер И этот Исмаилит Доставал нож И убивал Своего Хозяева Точно так же Как на фактах Мы можем Показать Что Исламизм Исламская Религия Миссионерская И была Она родилась Как миссионерская Религия А не с самого начала Правок Мухаммед Велел своим Подданным Отрубать головы Неверным Или тем Кто не хочет Придеть в ислам Но Главный факт Который Говорит За то Что Барак Обама Засланный Казачок Это то Что Никто Кроме него За последние 100 лет Не сделал Больше Для укрепления Радикального Ислама В общем Каждый Каждый Его Шаг Каждое Его Действие На международной Арене Вело К этому Укрепление Если Эти силы Смогли Создать Такое Вот Глубокого Зомбирование Законспирированное Существо Которое Пришло К власти В самой Могучей Стране Христианского Западного Мира И оттуда Помогает Своим Мусульманским Братьям То наверняка Они просчитывают Какие-то вещи Которые Мы не понимаем Ему кажется Что он сам Принимает Решение Хотя Эти решения Продиктованы Совсем Из другого Места Но Все Что он Сделал Какую Лунька Можно Объяснить Все Что он Сделал В последнее Время На Ближнем Востоке Я Параноидальный Конспиролог Обозреватель Газеты Вашингтон Пост Которая Публиковала Недавно Огромную Статью Об отношении Барака Обамы К исламу И он Проанализировал Это было На прошлой неделе Он Проанализировал Отношение Барака Обамы К исламу Его Многочисленные Оговорки О том Что когда он Говорил В публичных Выступлениях Наша Священная Книга Коран Ну Вспомни Еще Как он Поклонился Королю Саудовской Аравии И так далее И так далее Это не я Анализировал Это обозреватель Одной из самых Авторитетных Газет в Америке Значит не только Мне приходят в голову Такие мысли Не только В моем воспаленном мозгу Это рождается Но и В воспаленном мозгу Обозревателя Газеты Вашингтон Если мы сейчас Начнем Как политиков судить По делам их И по результатам Их деятельности Это единственный критерий По которому Мы можем Судить политика Все арабские страны Понимают Что То есть Дружбы И подлинного взаимодействия Между Соединенными Штатами И Израилем Нет